Меньше двух месяцев осталось до начала голосования в сентябре на выборах депутата Государственной Думы, представляющего в Нижней Палате Российского Парламента Колыму. Вечерний Магадан обратился за комментарием о ходе предвыборной кампании к председателю избирательной комиссии Магаданской области Николаю Жукову. Действительно, вот буквально в конце прошлой недели у нас завершился, наверное, один из самых важных этапов. Это этап выдвижения кандидатов, ну и, собственно, из списков избирательных объединений. Единственное, напомню, что если для избирательных объединений политических партий выдвижение списков, а они это осуществляли, непосредственно представляя их в Центральную избирательную комиссию, завершился 13 июля. Для самовыдвиженцев этот этап завершился 12 июля. Ну а вот для кандидатов, которые выдвигались политическими партиями, у них было время после того, как партии представили списки одномандатных кандидатов в ЦИК, дойти до окруженных избирательных комиссий. Я напомню, что наша избирательная комиссия Магаданской области является одновременно по решению Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссией одномандатного 116-го избирательного округа, это вся Магаданская область. Вот до 23 июля у них было время до 24.00 представить все необходимые документы нам здесь, в Магадане, в окружную комиссию. Выдвинули своих кандидатов для участия в выборах в Магаданской области пять политических партий. Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, Справедливая Россия за правду, Коммунистическая партия Коммунисты России. Самовыдвиженцев на этот раз не было. Все пять кандидатов представили необходимые документы и получили соответствующий статус, и даже могут вести агитацию. Если они представят небольшой объем документов для регистрации, то подпись им собирать не надо. В алфавитном порядке кандидаты в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Басанский Антон Александрович, Гахроманова Снежана Вячеславовна, Давыденко Юрий Борисович, Исаев Роман Владимирович и Попов Алексей Леонидович. Сейчас мы проводим проверки тех сведений, которые кандидаты о себе представили. Естественно, прежде всего мы обращаем внимание на те обстоятельства, которые могут стать препятствием к реализации пассивного избирательного права. Это наличие судимости, наличие сведений о причастности к их семейской террористической деятельности. Но отмечу, что пока все сведения, вот такие ключевые, которые к нам приходят, подтверждают, что все кандидаты соответствуют требованиям закона, могут участвовать в избирательной кампании. Ну и, собственно, ждем от кандидатов документы на регистрацию уже. Скажу сразу, что у нас два кандидата необходимый пакет документов уже представили. Это как раз сайф Роман Вадимович и Игорь Романова Снежанович Славовна. В течение 10 дней мы уже будем принимать решение о их регистрации. По ним проверки, в общем-то, практически уже закончены. Также со всей актуальной информацией о кандидатах и ходе предвыборной кампании любой желающий может познакомиться на сайте избирательной комиссии Магаданской области.